Остановились на том, что начали было разъяснять смысл свидетельства И решили то, что оставили его разъяснение на следующий урок Говорит шейх Калахана шейх В чем заключается смысл свидетельства Нет божества достойного поклонения кроме Аллаха Этот урок очень важный Один из самых важных уроков этой книги Поэтому необходимо быть повнимательнее Говорит шейх Ан-Наджди То, что смысл этого свидетельства То есть нет объекта поклонения По достоинству, который бы обладал правом на поклонение По праву, по достоинству Кроме одного единственного Всевышнего Аллаха Говорит, это свидетельство состоит из четырех слов Так или нет? Ла, потом Иля, потом Илла, потом Аллах Ма'на ла, что значит нет? Ла, ла, говорит Это говорит в арабском языке такая частица То есть ла, нет Это говорит такая частица, которую применяют для чего? Для нафи, аль-джинд Для того, чтобы отрицать целый род чего-либо Целый род чего-либо Говорит, в науке по грамматике арабского языка Она приходит в семействе чего? Инна Из сексер Инна То есть в семействе Инна приходит То есть или можно сказать, что она Производит такое же действие Подобное тому, которое производит Инна Так, у Инна у нас что есть? Есть хабар, есть муфтада Так, говорит То же самое, соответственно, получается у ла Говорит, что Как об этом сказал Ибн Малик В чем в альфии Так у тебя То же, что происходит после Инна Применяй его для того, что происходит после Ла Понял, да? То есть Ла и Инна в этом похожи Говорит Не муктада, а что Говорит Исн, который приходит после Ла Будет на кера В чем? В неопределенной форме должен происходить Как здесь у нас что приходит? Ла и Ла Видишь, слово Ила Чем является? Исму Ла То есть является чем? Исмом для кого? Для этого харфа Ла И приходит он в таком В какой форме? В неопределенной Так, не говорит аль Ила А говорит Ила В неопределенной форме Потому что, говорит, обычно Или как То есть после Ла Или после Инна Ее Исм должен приходить В неопределенной форме Как здесь Так же у нас есть Так и Ла Ила Говорит Нет, божества Ила Что такое Ила? Аль Ила Са'аль Бимана Мафруль Аль Ила Говорит, приходит в форме Са'аль Отмытывая его в форме Мафруль То есть Ила Это тот по отношению Кому производится Действие чего? Обожествление Понятно ли нет? Ила Это что такое Ила? Это божество Но божество В арабском языке Ила Приходит в форме Каком? Мафруль Тот По отношению К которому Производится Действие Вот смотрите, братья Это очень важно понять То, что Таухид Рубубия И Таухид Алюлюгия Чем отличается? То, что Таухид Рубубия Это действие Которое приходит к нам От Аллаха Понятно ли нет? Он кормит Он создает Он поет Он управляет И так далее А улюгия Это наоборот Наши действия Которые идут По отношению К кому? К Аллаху То есть Рубубия Это от него к нам А улюгия Это от нас к нему Так как к нам От него идет Мы к нему направляем От него нам идет Все для нас необходимое А к нему мы направляем Что? Твое поклонение Твое обожествление Его Поэтому говорит Аль-Илях Фааль Бимана Мафуль То есть Илях По идее Его форма Какая Фааль Так Но говорит Смысл его Мафуль То есть Тот по отношению Кому Производит действие А что за действие? Обожествление И что? Поклонение И они Маабуд То есть Аль-Илях Отсюда Получился Расл в смысле Мафуль Получился В смысле Каком? Маалюх То есть Маабуд Маалюх То есть Обожествляемый А что значит Говорит Илях Бимана Маалюх Маалюх Яни Маабуд Слово говорит Илях Божество В смысле То что обожествляют То есть То чему Поклоняют Потому что В арабском языке Слово Иляха Означает Слово Ибада Так Поклонение Обожествление Приравнивается Чему в арабском языке Поклонению А что такое Улюха Бимана Аль-Убудия Улюха В арабском языке Равна смысла Какому? Рабство Так Аль-Убудия То есть Рабство Проявление Поклонничества Васлуга А основа этого слова То есть Илях В арабском языке От глагола Какого? Мин Аляха Яляху Иляхатан Улюхатан Обожествлял Обожествляет Иляхатан Так Обожествлением Или чем Улюхатан Поклонением Понятный элемент? Говорит Из-за Абада Маалхуб Валхуб Валхуб Валраджа Так говорят По отношению к божеству Если человек Поклоняется ему И с надеждой Но естественно Человек поклоняется Только Любовью И не боится Того Кому он поклоняется Это не будет божеством Или поклоняется Только Из страха Так Как делают Перед некоторыми Правителями Но не любят его в сердце Это тоже не является божеством И ничего И не надеется От него ни на что Тоже не является божеством То есть Обязательно должны Вот эти три Составные части Находить у тебя в сердце Во время поклонения Это что? Любовь Страх И надежда Говорит Из-за Абада Абидун Мая Абуду Когда поклоняется Поклоняющийся Тому Чему он поклоняется Хаисан Раджиан Мухиббан Боять Надеять И любя То он будет из тех Которые обожествили Этот что? Объект поклонения Сказал один из поэтов Так в своем известном стихотворении То есть Здесь Шейх Талихан Шейх привел Это стихотворение Для чего? Этот куплет Для того Чтобы разъяснить Что в арабском языке Слово Таалю Таалю Говорит что? Иля Означает что? Объект поклонения Понятно ли Нет? Почему? Потому что Многие другие течения Как слухи Например Иля Шариты И так далее Они говорят Что Иля Не означает В арабском языке Объект поклонения Они говорят Иля В арабском языке Означает Господь Понятно? И теперь Шейх Талихан Ходит доказать Что в арабском языке Слово Иля Приходит В таком смысле Маабуд Тот Кому поклоняются И приводят стих Говорит Лилляхи дарру Лилляхи дарру Это как Обычная фраза Так Которую произносят Обычные арабы Когда чему-то удивляются То есть Как же удивить На положение Аль-ганият Аль-муддаги То есть Певит История какая То что Некоторые из певиц Хотели соблазнить Одного человека Который поклонялся Всевышним Аллаху И после того Как Не получилось у них Это так Они что начали делать Саббахна Начали говорить Субхану Аллах Инна лиллях То есть Проявлять свое Удивление Этими фразами Так Типа как Субхану Аллах Инна лилляхи Ва инна лилляхи Радиаун Насколько человек Крепкий в своем поклонении Даже что Не отвлекается Видишь Говорит Саббахна Сарджиана Мин чего Мин тааллюхи Они сделали Тазбих И сделали Тарджи То есть Субхану Аллахи Инна лилляхи Ва инна лилляхи Радиаун От того как Увидели мой Тааллюх А что такое От того как Я поклонялся Понятно или нет Отсюда тебе Доказать Тааллюх Не означает Господство Они же не могли Делать Тазбих И стержа От моего Господства Так или нет Они делали От чего Мин тааллюхи То есть От моих действий Когда увидели Мои действия А какие мои действия То что я Обожеслял Свой ады Поклонение И хорошо Ему поклонялся Так что Даже не отвлекался На них Они что Удивились От этого Ясно или нет Говорит Я не Ана То есть Они удивились От моего Поклонения Потому что Аттааллюх Коль Ибада Потому что Аттааллюх Это что В арабском языке Поклонение Это вам что Братья Это крепкий Как называется Основательное Вам разъяснение И доказательство Того Какой смысл Несет значение Ла Иляхи Иллах Понятно Нет Какое значение Несет свидетельство Ла Иляхи Иллах Чтобы ты Мог В любой момент Доказать То что Ла Иляхи Иллах Несет смысл Ла Ма Абуда Би Хак Иллах Понятно А не просто Что Твердить Нет Ла Ма Абуда Би Хак Иллах А тебе Нет Другое Другое значение Несет Суфи Приходит Не означает Ла Ма Абуда Би Хак Иллах Другое Несет значение А ты Что Своё Твердишь Своё Твердишь Чтобы не было Просто Звух сторон Твердят Так А чтобы Ты мог Привести Доводы И свои Слова Так Вот Тебе Шех Доказывает Это Нормальным Хорошим Основательным Доказательством Говорит То есть Нет Божества Как он Здесь Сказал Смысл Его Нет Объекта Поклонения То есть Что Такое Нет Божества То есть Нет Объекта Поклонения Здесь Говорит Что Этот Человек Разъяснил То есть Этот Поэт Разъяснил Слово Божество Смыслом Каким Объект Поклонения Потому что Именно Этот Смысл Несет Слово Алилах В арабском Языке Понятно То есть Алилах В арабском Языке Это Что Маабуд Объект Поклонения Здесь Все Можете Написать Алилах Маанагу Маабуд Би Иджма Ахли Луга То есть Иля Несет Смысл Маабуд Объект Поклонения По единогласному Мнению всех Ученых Языка То есть Никто Из ученых Языка Никогда Не говорил Что Иля Означает Господь Но говорили Что Иля Означает Что Тот Кому Ты Поклоняешься Этот Объект Называют Иля Теперь Смотри Вопрос Если Человек Поклоняется Например Будде Перед ним Стоит Статуя Будды Это Как Что Статуя Это Как Посредник То есть Он На самом Дель Деревяшке Поклоняется А поклоняется Образу То есть Деревяшку Они ставят Только для чего Чтобы это Было Как представление Для них Образ Которым Они могли Направляться А вообще Они поклоняются Самому Будде То есть Они Представляют В голове Этого Будду Так и Поклоняются Ему Теперь вопрос Этого Будду Можно ли Назвать Словом Алиля Божество Называет А мы Называем Его Божеством Или нет Говорим Смотри Смотрите Мы говорим То что Любой Объект Которого Обожитляют Или Которому Поклоняются Это Кто будет Маабуд Объект Поклонения А Маабуд В арабском Языке Это кто Алиля Божество Понятно Нет Божество Соответственно Этот Эта статуя Будды Или сам Будда Называется В арабском Языке Как Алиля Божество Почему Потому что Его Обожитляют Теперь вопрос По праву Его обожитляют Или нет Это уже Другой вопрос Так или нет Мы говорим Его обожитляют Но не по праву Но само по себе То что Кто-то из людей Или кто-то из творений Его обожитляют Уже достаточно Для того Чтобы назвать Его кем Божеством Теперь Иса Иисус Божество Или не Божество Божество Почему Потому что Его Обожитляют Другой вопрос Другой вопрос Достойно От этого Или нет По праву Его обожитляют Или нет Это уже Другой вопрос Понятно Или нет Другой вопрос Понесет ли За это Грех Кто Иисус И понесет Ли за это Наказание Нет Почему Потому что Он понесет Наказание Только в том Случай Если он К этому Призывал Или был Этим доволен А Иисус К этому Не призывал И не был Этим доволен Более того, призывал к абсолютно наоборот, так или нет? Исходя из того, что мы поняли выше, что получается, что любой объект, который обожествляют люди, и которому они поклоняются, совершают по отношению к нему обряды поклонения, этот объект, как называется, аль-Иля в арабском языке, называется как божество. Воказали-ка, гу-ля-ли-джа, афил-кур'ан. И также смысл того, что слово Иля означает божество, объект поклонения, присловно в Куране, так или нет? Каля джелла аля, сказал Всевышний Аллах, алиф лям ра, китабун уфхимат аяту, гусумма фуссилат милладун хакимин хабир. Алиф лям ра, книга, аяты которого разъяснены подробно так, которая пришла от кого? От мудрого ведущего. Аллах таа буду илла Аллах. Зачем Всевышний послал эту книгу, которая разъяснена от мудрого ведущего? Для того, чтобы Аллах таа буду илла Аллах, чтобы вы не поклонялись никому, кроме кого Аллаха. А Аллах это что такое? Аллах это Аль-Илях, так? То есть божество, какое-то определенное божество. Аль-Илях, это и есть Аллах. То есть видишь, Всевышний тебе тут говорит, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Аллаха. Отсюда ты понимаешь, что Илях это тот, кому поклоняются люди. Исходя из этого, ты видишь, что слово Аллах таа буду илла Аллах приравнивается чему? Ла Иляха Илла Аллах. Понятно или нет? Отсюда ты понимаешь, что в Фуране приходит разъяснение смысла свидетельства. Какой его смысл? Можно ли сказать, что смысл «ля иля 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 иля» – это нет Господа, кроме Аллаха, нет Творца, кроме Аллаха? Нет, не это хочет от тебя Всевышний Аллах. Почему? Потому что многовожники знают, что нет Творца, кроме Аллаха. Поэтому Всевышний не послал к ним посланника, чтобы он доказывал им, что нет Творца, кроме Аллаха, так как они с этим не спорят. Понятно ли, нет? Но какой смысл «ля иля 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 Аллах»? Вот в этих словах Всевышнего Аллаха. «Алла таабуду иля Аллах» – чтобы вы не поклонялись никому, кроме Аллаха. Исходя из этого «ля иля 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 Аллах» – что значит? Нет Божества, достойного поклонения, кроме одного Аллаха. Понятно ли, нет? Поэтому, братья, это что? Таксир Кур'ана, а не просто таксир, который выдумали люди. Это таксир средства «ля иля 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 Аллах», который пришел в книге Аллаха спонтан. И также этот аят, или эти два аята, являются доводом на то, что Всевышний Аллах не спослал свою книгу именно для «ля иля 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 Аллах». Понятно ли? Для утверждения «ля иля 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 Аллах» на земле. Видишь? Говорит, книга, которая разъяснена, неиспослана от кого? От мудрого ведущего. Для чего? «Алла таабуду иля Аллах» – для того, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Аллаха. Это довод на то, что Кур'ан неиспослан именно для утверждения свидетельства «ля иля 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 Аллах». Смотрите, говорит, здесь Всевышний сказал «Алла таабуду иля Аллах» – так, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Аллаха. Вместе с этим то, что пришло к нам от Аллаха, это что? Здесь «ля иля 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 Аллах». Говорит, здесь говорит, сказал «Алла таабуду иля Аллах». И получается, что «таксир» означает такой «маабуд» – тот, кому поклоняются люди. Поэтому сегодняшний сказал «не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха». Это соответствует Кур'ану и также соответствует арабскому языку. Отсюда ты понимаешь, что тот, который разъяснил слово «Аллах» как «Господь». А кто такой «Господь»? То есть они сказали, что «Иля» означает «Господь». А «Господь» – это кто? «Тот, который способен создавать из ничего». «Ихтира» – это что? Создание из ничего. То есть ты что-нибудь способен создать из ничего? Нет. То есть ты можешь сделать какое-то что? Можешь сделать какое-то произведение. Так? Что-то ты можешь сделать, но как ты его можешь сделать? Взяв отсюда, взяв отсюда, взяв отсюда, взяв пять элементов, и из этих пяти элементов сделать что-то одно большое. Так или нет? А Всевышний Аллах, ничего не беря, может просто из ничего сделать что-то. Понятно или нет? Это и есть понятие «творец». Говорит, так вот, некоторые группы, заблудшие течения, Говорят, что слово «Аль-Илях» – «Божество», в арабском языке означает «Господь», то есть тот, который способен творить. «Камагуа тарфир ахлил-калам» – это говорит, является тарфиром кого? Философов аль-мазмум, порицаемых, то есть порицаемых философов. «Вал-Аша'ира», а также «Ашаритов», «Валь-Матуридия», так, а также «Матуридитов», «Ванахугин» и тому подобное. Такой говорит тарфир, самое ложное, что может быть на этой земле, так, самое ложное, что может быть на этом свете – это слова тех, которые расшифровывают «Ла-Илях» и «Ла-Илях» как «Ла-Кадир аля лихтира» и «Ла-Илях» – «Нет никого способного творить, кроме Аллаха». Почему это самое ложное из того, что может быть? Потому что это противоречит арабскому языку. И арабский язык опровергает такое, так, отвергает такое разъяснение, слово «Илях». И также это противоречит Курану. И Куран это отвергает, опровергает. И также в Суннах пророка Салаватум. Потому что основа слова «Илях» – Божество, не равна основе слова «Господь», «Раб». Так или нет? То есть даже в русском языке есть же разница или нет между словом «Господь» и между словом «Божество». Если ты у русского человека спросишь, что такое Господь, он скажет, это когда от Него к тебе, так? А если скажешь, что такое Божество, он скажет, когда от меня к Нему, так? То есть Божество, а Господь, который заботится о тебе, то есть проявляет какие-то действия к тебе. А Божество, когда я что-то уже делаю, обожествляю какой-то предмет своими чувствами или своими деяниями. Ясно? То же самое в арабском языке. Есть разница между Господь и между что? Божество. И поэтому в арабском языке говорит, слово «Иляха» означает объект поклонения. Как я уже это разъяснил вам, то есть как из одного произошло другое, так? Говорит, я говорю на ма'на ла Иляха, то есть эти философы, ашариты, матуридиты, большинство которых являют тем, суфиями, говорят, что нет Божества. Что означает? То есть нет способного на творение никого, кроме Аллаха. Исходя из своего такого такфира, что получается? Поэтому они не делают такфир, то есть не называют неверующим того человека, который предает по товарищу, вместе с Аллахом, кого-то другого в своем поклонении. Понятно или нет? Вот теперь смотри, что получается? Человек поклоняется Всевышним Аллаху. Вместе с этим он поклоняется Будди. Но при этом он говорит, творцом является только кто? Аллах. И способен творить только он. Будда не способен творить что-то из ничего. Вопрос. У суфьев он является неверующим такой человек или нет? А? Нет, не является. Как является? Они говорят, что тот, который подтверждает ла и 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 ла Говорит, нет, понял, да, не способен творить. Соответственно, а вместе с этим поклоняются и Аллаху, и Будди. Ему жертву приносят этому Будди, так, обеты ему дает, и так далее. Такой человек, у суфьев, братья, не является неверующим. Понятно ли, нет? Не является неверующим. Он является у них верующим мусульманином, так как он подтверждает, что нет того, кто способен творить, кроме Аллаха. Понятно, в чем заключается ложность такого тахтира, и в чем заключаются проблемы этого тахтира. Понятно ли, нет? То, что получится, что все люди на земле являются кем? Верующими мусульманами, кроме кого? Кроме атеистов, безбожников, которые вообще уверяют, что нет никакого Божьегоства, вообще не существует. Ни Аллаха не существует, никого не существует. Понятно или нет? Дальше поехали. Говорит, они говорят, они говорят, до тех пор, пока он подтверждает единобожие в господстве, то есть называют Господом только одного Аллаха, подтверждает это, и то, что Всевышний Аллах, он один единственный в своих действиях, в деяниях, то есть столько он создает, столько он кормит, столько он поет, тем, что он кормит, оживляет и умиршляет, и то, что он только управляет деяниями, или всеми делами, и в его творениях, то есть в его чем? В владениях, точнее. И в остальных своих его деяниях, то есть это человек, кто верующий, говорят. Понял ли я? Это человек верующий. Соответственно, из этого исходя, братья, Абулагаб был неверующим или был верующим? Исходя из этого он был верующим, так получается. То есть исходя из Тасфира Суфьев, Абулагаб был верующим. Почему? Потому что Абулагаб, если бы ты его спросил, как Всевышний говорит, если ты их спросишь, что создал небеса и земли, они тебе скажут, Аллах. Так, то есть Абулагаб признавал, что только Аллах все творит, только он поет кормит и так далее. Но вместе с этим он что делал? Поклонялся Аллаху и поклонялся еще другим божествам, то есть посредникам. Говорил, что к Аллаху я сразу не могу подойти, так напрямую, мне нужны посредники для этого. Поэтому он поклонялся, приносил жертвы, обеты кому? Другим божествам еще вместе с этим. Исходя из Тафтира Зубьев, он был кем? Верующим мусульманином. Правильно или нет? И зря про него Всевышний Аллах сказал, Таббат яда, Абилага билатаб. Так или нет? И зря посланник Аллаху с ним воевал и вышел против него. Говорит, И это ложь. Так, это вещь ложная, несправедливая. Говорит, А некоторые, говорит, заблудшие течения, по-другому еще расшифровывают, что такое Алиля. Говорит, Другим Тафтирам, Который тоже возвращается к смыслам чего? Как поцелу. Якуль Ахаду Кибар Ла Аиммату Ла Шаира. Говорит один из больших имамов Ашаритов. Бого Астануси. Зовут его как Астануси. Фикитаби Аль-Ма'руф его известной книги, которая называется Умму Аль-Барагим. Так, Мать Доводов, Мать Доказательств. Громкие имена, но ничтожные книги называются. Фил Акад Аль-Ашари. Так, сущность ее заключается в том, что он разъясняет в ней идеологию Ашаритов. Якуль, он говорит, кто это он? А? Кто он? Братья, внимательно будьте на уроке. Все слушают, все подкидывают, а что? То, что мы читали строчку назад, уже никто не помнит. Так, не пойдет. Говорит Анухи, так? Говорит Божество, это кто такой? Тот, который не нуждается ни в ком, кто кроме него. Так, то есть он ни в ком не нуждается. Это говорит Божество. Аль-Мухтахар-Иллейхи куллума Ада. И наоборот, все в нем нуждаются. Мухтахар-Иллейхи, то есть нуждаются в нем все, кто кроме него. Вот теперь, братья, вопрос. Почему мы ругаем этот стартиф? Разве мы не согласны с тем, что нет никого способного на творение, кроме Аллах? А? Не согласны разве? Мы согласны с тем, что никто не способен творить кроме Аллах. Разве мы не согласны с тем, что Всевышний ни в ком не нуждается и все нуждаются в нем? Согласны в этом? Так или нет? Но почему тогда мы ругаемся с этими Ашаритами, с этими Суфьями, философами и так далее? Потому что, братья, дело не в том, что согласны мы с этим или с этим. С этим мы согласны, так? Но мы не согласны, что это смысл чего? Понятие Божество. И что смысл заключается в этих вещах. Так или нет? Поэтому мы говорим, признавать Талахид Рубубия является чем? Калий. Признавать Талахид Рубубия чем является? Обязательным для нас является. То есть все мы, все мы это признаем, что только Аллах нас творит, Он ходит, кормит, оживляет, умиршляет и так далее, управляет делами. Но мы говорим, этот Талахид обязателен, но он недостаточен. Понятно или нет? А суфьи говорят, он обязателен, так же как мы, и говорят, но противоречит нам в том, что они говорят, и его достаточно. Понятно или нет? В чем разница между нами и ими? То есть мы не против, что все нуждаются в Аллах, и Аллах не нуждается в них. Мы не против, мы не против в том, что только Аллах творит, и никто не способен творить. Все мы с этим согласны. Но мы говорим, что признание одного только этого недостаточно для того, чтобы человек стал мусульманином, потому что это подтверждает, любой многобожник это подтверждает. Ясно или нет? Дальше. И говорит, исходя из этого, этот Астанусий в своей книге, какой, как называется книга? Умм-ль-Барагим. Говорит, что смысл, который, если человек признается нашим мусульманином, То есть нет такого, который бы не нуждался ни в ком, и все нуждались бы в нем, кроме Аллаха. Понятно? Вот что означает, нет божества, кроме Аллаха у них. И говорит, поэтому смысл, свидетельство Тауахида, единобожие у них, Тауахиду Аллах, это единобожие Всевышнего Аллаха, его, как подходит. Понятно? Угаза мин Абталилбаттль, и это говорит, самое ложное из ложного. Ляннальмушрикин, это потому что многобожники, сообщил о них Всевышний Аллах, свои книги, то что они подтверждают этот смысл, который они сделали, смыслом свидетельства, единобожие. Так? То есть они согласны с этим смыслом, так? Что всем нуждаются в Аллах, он нуждается ни в ком. Кто это они? Многобожники, то есть. Ара этом Абаджахал, и его друзья, посмотрите на Абаджахал так, и на его друзей. Разве они не были убеждены, что никто ни в ком не нуждается в Всевышний Аллах, и все нуждаются в нем? Гуми-минун обезали, они верили в это, они верили в это, но можно ли из этого назвать их верующими? Нет, они верили, то есть они верили во что? Господство, но верующими от этого они не стали. Гуми-минун обезали, они верили в это, то есть Господство Аллаха, как об этом сообщил Всевышний Аллах в очень многих аятах. Как Каулии, например, сказал Всевышний, если ты спросишь их, кто создал небеса и землю, и кто подчинил солнцу и луну, они тебе скажут Аллах, кто они? Многобожники, то есть кого ты спросишь? Многобожников, если ты спросишь, они тебе подтвердят, что да, Аллах, а если ты спросишь их, кто создал их? Они скажут Аллах, не просто они скажут, они непременно тебе скажут Аллах. Так, говорит дальше Всевышний Аллах, скажи им, кто вас кормит, и без из земли, или кто владеет слухом и зрением. Так до конца аята. сказал, они тебе непременно скажут Аллах, скажи, не убоитесь ли вы? То есть вы сами признаете, что всем этим владеет и управляет Всевышний Аллах, но вместе с этим, что поклоняетесь не только Ему, а не убоитесь ли вы, так, что Всевышний Аллах накажет вас. Говорит, спроси их, кто Господь Семи Небес и кто Господь Великого Трона. Смотри, многобожники верили в то, что есть Семь Небес, есть Великий Трон. То есть у них все это от кого осталось? От религии Ибрагима. Все эти убеждения у них остались. Говорит, спроси их, кто Господь Семь Небес и кто Господь Великого Трона. спроси их, в руках кого И кто защищает тебя, а от него нет защиты? Если вы знаете, он Аллах, а не скажет тебе, кто Аллах. Представь, то есть брат многобожники, Абулагат и его друзья на эти большие вопросы отвечали ясными, четкими ответами, без всяких сомнений. Так что сегодня многие татары или казахи или узбеки не ответят тебе так. Если ты любого татарина, или не любого, точнее, что многих из татар ты сегодня на улице спросишь, так, кто Господь, теми невест. Он скажет, во-первых, отход ты издал, что тем невест, это во-первых, так. Во-вторых, какой еще Господь, так, мы учили в университете, что нет никакого Господа. Так или нет, во время, в 67-м году я так учил, скажет, в институте культуры. А другой тебе какой-нибудь узбек скажет, если ты ему скажешь, кто обладает великим троном, он скажет, каким еще великим троном. Великий трон, трон, скажет, уже давно, когда во времена этого, Ивана Грозного трона были. Сейчас тронов нет, так или нет? То есть, брат, он тебе не ответит так, как ответил Абу-Лягат и его друзья. Несмотря на это, посланник Аллаху воевал с ними, так, называл их неверующими, обещал им, что вечный огонь. Говорил, что они, что Шар-валь-Бария, самые худшие творения, так или нет? А сегодня, что многие из тех людей, которые называют себя мусульманами, мусульманами, хуже, чем Абу-Лягаб с твоих убеждениями. Не достигли уровня Абу-Лягаба, этого джагиля, так, этого невежды, с твоих убеждениями. Почему, брат? Потому что причина этого в том, что произошло распространение чего? Атеизма и суфизма. Атеисты говорят, вообще Бога нет, а суфии говорят, проблем нет. Если ты говоришь, что Аллах есть, во-первых, некоторые вообще так говорят. Если ты говоришь, что Аллах есть, хватит, ты уже мусульманин. Понял или нет? Дальше поехали. И многие другие говорят, аяты относительно этого. Относительно чего? Доказательство того, что многоможники верили в Господство, в Евышнем Аллах, и что нет у него в этом счасоварищей. Исзан, сатафсир, ла-иллах, иллах, значит, говорит, что-то, какого разъяснения, ла-иллах, иллах. Тем, что мы говорим, нет объекта поклонения достойного, кроме Аллаха. Это не какой-то Таффир из тихади, так? Это не какой-то взятый из головы таффир. Но это таффир, который взят из Кур'ана Так, этому слову. Сказал Всевышний Аллах То есть не способна эта книга от того мудрого ведущего Чтобы вы не поклонялись никому, кроме Аллаха. Соответственно, смысл Поэтому тот, который считает, что такой таффир является выдуманным из головы кого? Имама этого призыва А кто этот имам этого призыва? То есть Мухаммад ибн Абдул-Абан То есть суфии говорили Такой таффир ты сам придумал Так? Такой таффир Это неправильный таффир Тот говорит, что либо противоречит Либо отвергает, либо не знает О великом Кур'ане Понял? Да? Либо противоречит Кур'ану Либо отвергает Кур'ан Либо что? И невеже относительно чего? Потому что тот, который разъяснил божественность этим смыслом Это Аллах Всевышний Так? В своей книге Во многих аятах Не в одном только месте Смотри Сказал Всевышний Аллах Вот мы послали Нуха к его народу То есть Ноя И что он им сказал? Сказал подтвердите, что Аллах только творит? Или что сказал? Или подтвердите, что Аллах подчинил небеса и землю? Или что он подчинил солнце и луну? Так Нуха к ним обратился или нет? Нет Что он им сказал? И он им сказал О мой народ Поклоняйтесь Аллаху Нет у вас другого объекта поклонения кроме него То есть не должно быть у вас никакого другого объекта поклонения кроме него Так? Угаду-гады То есть явно понятно, так или нет? Что такое? Это есть Так? Это что? Так или нет? Кроме него То есть кроме кого? Кроме Аллаха Понимаешь? То есть видишь какой-то? Сир ла и ла и ла и ла Аллах Конкретно, ясно, четко пришел в Куране То есть приказал им, что поклоняться одному Аллаху Не поклоняться никому, кроме него И это говорит ясно, понятно Во множестве аятов и хадисов из Корана и Сумны Так? Или допустим, что? То, что всего сейчас сказал, ему послали Каждый народ посланника Чем? Ани Абуду Аллах Учени Бутагуд Чтобы они сказали своему народу, что? Поклоняйтесь Аллаху И сторонитесь Всех объектов поклонения кроме него Это что и есть, что? Ла Иляхи Ибн Аллах Понятно или нет? Дальше И сказал пророк И сказал пророк Кому? Ибн Аллах Кам Иляхи Саабуд Сальким божествам Ты поклоняешься Сказал Кал Абуду Саба Сказал Я Семерим поклоняюсь Шестеро из них на земле Один на небесах Говорит А кто тот из этих Семерых Который что? Удовлетворяет то, что ты у него просишь То есть Дает тебе то, что ты у него просишь И защищает от того От чего ты боишься Кал Абуду Саба Он сказал Это тот, который в небесах То есть подтвердил, что господство принадлежит кому? Тому, кто не на небесах Тому, кто на небесах А это кто? Аллах А те, которые на земле Не обладают этим Но я им просто поклоняюсь Понятно или нет? И человек этот тем являлся? Многобожником Мушриком Который заходил Если бы не принял ислам То зашел бы в огонь И у тебя отметил этот хадис слабый Этот хадис Конкретно этот хадис слабый Но относительно такого же смысла Что много хадисов есть Этот хадис приводит имама Кирмиди Под номером 3483 И шейх Албании назвалось хадис слабым Это смысл слова божество И это смысл слова Отрывка какого нет божества То есть нет объекта поклонения Это говорит тарсир из Курана Тарсир который пришел с нам от Аллаха И от пророка А не тарсир который выдумали из головы Что имамы этого призыва Как об этом говорят Сухи и что? Враги единобожии Значит Шейханн-Наджи здесь сказал Ма'нага ла ма'буда бихақкен Иллалах Смотри Откуда мы взяли слово бихақкен Нет объекта поклонения Бихақкен По праву кроме Аллаха Мы же сказали слово Али-лях Внимательно слушаем Дай сюда Мы сказали что такое Али-лях Это что в арабском языке Объект поклонения Отсюда получается Ла-иллах Иллалах Как нужно переводить Нет объекта поклонения Кроме Аллаха А почему мы сказали Бихақт еще добавили Нет объекта поклонения По праву кроме Аллаха Откуда мы взяли это То есть по какому праву Ты взял эту добавку По праву Так или нет Почему Потому что пока мы доказали Только что Что иллах Это кто? Ма'буд Объект поклонения Поэтому мы должны говорить Ла-иллах Нет объекта поклонения Кроме Аллаха Такое-то все Правильно будет или нет? Нет Потому что тогда получится Что Будды нет Исты нет Марьем нет Ничего нет Так или нет Один только Аллах И никто не поклоняется Никому кроме Аллаха Получится И это тоже чем является? Ложью является Соответственно Теперь нужно доказать Откуда мы взяли это слово Бихақт По праву Так или нет? Говорит Мы сказали Что второе слово В этом свидетельстве Слово какое? Иллах Божество А третье Слово какое? Иллах Кроме Кроме Что такое говорит? Кроме Некоторые ученые говорят Что слово Илла Частиста Илла Кроме Является чем? Тем Посредством чего Арабы что-то исключают Так? Из общего списка Кроме То есть нет Кроме Исключение приход А некоторые ученые говорят Что слово Илла Приходит Для сужения Сужение Общего круга На ком-то одном Так или нет? Но в принципе Смысл примерно Один тоже получает Поэтому смысл Слово Получается Какой? Нет Объекта поклонения Кроме Илла Правильно Такой смысл? Неправильный Говорит А где говорит у нас Хабар Ля Понял или нет? Смотри Мы сказали Что Ибн Малик Своя Альфии Сказал Что Ля Работает Так же Как Инна А Инна У нас У него Что есть? У него есть Исам И Хабар Значит Уля Тоже должен быть Исам И Хабар Исам У него должен Приходить В какой форме? В неопределенной форме Исам У него какой Пришел В нашем Предложении? Илла Так или нет? Ля У него пришел Исам Какой? Илла Теперь вопрос А где у него Хабар? Илла Не является Хабар Аллах Не является Хабар Так или нет? Соответственно Должен быть Хабар Значит Хабар этот Есть Но он просто Что? Махазул Удален То есть Опущен Он есть Он подразумевается, но он опущен. Понятно, нет? Как доказывается? Потому что брат придет к тебе в Суфе и скажет, откуда ты взял вот это выражение, что бихак? Где оно у тебя? Откуда ты его взял? Ты должен доказать, что ля, это слово бихак является чем? Хабаром ля. Он тебе скажет, а с чего ты взял, что у ля должен быть хабар? Скажешь, потому что, исходя из арабского языка, ля работает так же, как и ина. А у ина есть истин, и есть хабар. Он тебе скажет, с чего ты взял, что в арабском языке ля работает, как ина? Что можно сказать, один из больших ученых арабского языка, кто? Ибн Малик в Альфии так сказал. Понятно или нет? И так далее. То есть это для того, чтобы вы основательно знали смысл этого действия. Говорит, ла ма абуда инла Аллах. Нет объекта поклонения, кроме Аллаха. И они, ла ма абуда мауджут инла Аллах. То есть, как мы скажем, нет объекта поклонения существующего, кроме Аллаха. Правильно будет так сказать? То есть можно ли сказать, что хабар, ла, здесь слово существующий? Нет, говорит. Ла ма абуда бихак илла Аллах. Или, может, мы скажем, нет объекта поклонения по достоинству, кроме Аллаха. Или, ла ма абуда юабад илла Аллах. Или, может, мы скажем, нет объекта поклонения, которому люди поклоняются, кроме Аллаха. Правильно будет так сказать? Неправильно, потому что много объектов поклонения, которым люди поклоняются, кроме Аллаха. Говорит, хабар ла айнаху. Где говорит этот хабар у ла? Калю ла улема, сказали ученые, хабар ла махзуф. Этот хабар у ла так махзуф. Что сделан? Удален. Потому что ты, говорит, можешь увидеть в арабском языке, то, что если приходит ля, как у нас, так, нафи или лиджин, который отрицает род чего-то. В данном случае в нашем свидетельстве ля отрицает род чего? Род чего? Род божеств. Всех божеств. Нет никаких вообще божеств. И ухазав хабаруга, ты, говорит, в арабском языке можешь узнать, то, что иногда у ля, нафи или лиджин, так, удаляется ее хабар, опускается ее хабар в речи. И он не произносится из акана уадыхан, если он явно и понятный каждому дураку, как говорит, так, то есть каждый дурак знает, что подразумевается под хабаром ля здесь. Не обязательно, что его здесь упоминать. И говорит, естественно и понятно, что многобожники не спорили с тем, что существуют другие божества, так или нет? Разве они с пророком спорили? С пророком ими не спорил в том, что нет объектов поклонения, кроме Аллаха. А иначе зачем бы он вообще приходил к ним, так? Если бы он говорил, нет объектов поклонения, кроме Аллаха, они бы тогда сказали, ну иди тогда, раз нет их, что ты нам тут хочешь доказать, так или нет? Раз их нет, значит мы никому не поклоняемся, кроме Аллаха. Так? Поэтому, говорит, это естественно, то, что неправильно сказать, что нет объекта поклонения, кроме Аллаха, то есть нет существующего объекта поклонения. Потому что объекты такие существовали, и это подтверждали кто, и многобожники, и это подтверждал также посланник Аллаха, салу аль асалу. Все, говорит, это знали, что, говорит, существует много объектов поклонения, существующих. Поэтому, говорит, неправильно сказать, то, что хабар ла иллаха мауд, то, что ла иллаха нет божества существующего. Неправильно так сказать. Потому что, смотри, они что сказали пророку, что он, говорит, всех божеств собрал и в одно божество превратил. Понял, да? То есть они говорили, этим что? Они подтверждали, что есть много божеств. И это же самое подтверждал пророк, салу аль асалам. Ла укана хабар ла иллаха мауд, если бы хабар у ла приходило слово какое? Существующее божество. Калю ла гу гави ла алига мауд, они бы ему сказали, вот же эти что? Объекты поклонения существуют, ты же и сам это признаешь. По калимату ка гави лейтет пи сахиха. Они бы сказали, это твои слова что? Неправильные слова. Но говорит хабар известен каждому, так? Во времена пророка, салу аль асалам, был известен тем, кому он обращался с словом ла илла илла, они знали, что это означает. Почему? Потому что он является зубдатур-рисаля, основой послания, так? Основой послания. И это то, что сказал здесь шейх. То, что хабар здесь означает по праву, по достоинству. Или просто право, так? То есть не имеет права на послонение никто, кроме Аллаха. Бидун альба, без буквы ба. Это потому что хабар, у слова ла, из-за хузифа куддера бельмунасиб аль-лазию алам. Если он опускается в речи, то он представляется в голове бельмунасиб аль-лазию алам. Так? То есть, соответственно, тому, что подходит здесь, под это выражение. А говорит, опускается этот хабар в речи. Почему? Потому что он известен и понятен всем. Поэтому не нужно его произносить сто раз, так или нет? Поэтому послание к Аллаху, Аллаху, не говорил им, скажите, ла маабуда бихактин илла Аллах. А просто говорил, что ла иллах, так как они понимали, что ла иллах, означает ла маабуда бихактин илла Аллах. Камаккал ибн Малик, си альфи, опять, как сказал ибн Малик, си альфи, си ахир ба, ла аннафи лилджин. В конце главы про ла, которая отрицает, что какие-то роды. Так? Яхуль говорит, оша афи из альбаб, я не ба ба ла нафи лилджин. Говорит, оша афи из альбаб и с хабар из альмураду ма сухути и ваар. То есть, распространено, говорит, что относительно ла нафи лилджин, распространено у арабов, то, что ее хабар опускается, если, говорит, его значение, тем понятно. То есть, не надо его говорить, если не так все это понимают. Так или нет? То есть, если ты говоришь, кто уехал, например, кто уехал в Казахстан, ты же не говоришь, допустим, что Ахмад уехал в Казахстан. Ты просто говоришь, Ахмад уехал. Так или нет? Не повторяешь опять Казахстан. Почему? Потому что понятно, что в Казахстан, раз тебя спрашивают про Казахстан. То есть, в арабском языке, значит, так же. Если хабар известен и всем понятен, его не нужно произносить. Его можно опустить в речь. Дальше. Говорит, Если, говорит, мы опустим это выражение, и выражение останется понятным всем, то оно опускается, так? Не оставляется. Поэтому, говорит, хабар не опускается никогда, кроме как, если этот хабар известен и понятен. То есть, если бы он был неизвестен и непонятен, то пророк сам его не опускал бы, так или нет? Произносил бы его до конца. А здесь говорит, что наш хабар понятен. Потому что этот хабар является основой посланий. Основа того, чем был послан пророк Сала-Сан. Более того, только из-за этого и был послан пророк. Это потому что подразумевается под Нет объекта поклонения достойного по праву действительного, настоящего, так? Кроме того? Кроме Аллаха. А почему так, братья? Почему Всевышний Аллах настоящий, достойный объект поклонения, а все остальные не настоящие, достойные объекты поклонения? Потому что только Всевышний Аллах обладает господством, обладает именами, атрибутами, так? Такими, которыми не обладают другие божества. То есть, допустим, Будда. Он не способен творить. Он нас не кормит. Он нас не поет. От него ты не получаешь ни пользы, ни вреда. Так или нет? Правильно? То есть, он не является тем, который слышит все из всех и всегда. Он не является тем, который видит все из всех и всегда. Он не является тем, который знал, знает, что было, что будет, что есть, и того, чего нет, если бы оно было, как бы оно было, так? Этим знанием кто только обладает? Только один Аллах. Соответственно, раз один Всевышний обладает этим, он является кем? Маабудун бихак. Объектом обла... Да, достойным объектом поклонения. а не просто болом, чем объектом поклонения, которому поклоняется на Солнце без права. Говорит, Это потому, что Пророк Салам был послан для того, чтобы утвердить поклонение одному Аллаху и сделать ложным поклонение кому-либо кроме Него. И то, что достоин поклонять только один Аллах, а те, кому поклоняются кроме Аллаха, то поклоняются они бильбатль, ложью, воззольм и несправедливостью от Тухьян, и чем хиранией от Саадди и переходом границ со стороны кого? Творение. То есть творение, которое поклоняется этим объектом поклонения, поклоняется им несправедливо, так, на основе несправедливости, то есть нельзя им поклоняться, они не обладают Господством. Откуда мы взяли это слово «хак»? Какой довод на это? То, что Привычный сказал? Это потому, что Аллах, Он истинный, Он настоящий, Он правдивый, так? Он не фальшивый, так? А то, что чему поклоняются они, кроме Него, ложный, ненастоящий, недействительный, фальшивый, неправильный, несправедливый. И потому, что Аллах, Он высокий, большой. А в другом аяте тоже так же пришло. Это потому, что Аллах, Он истинный, Он настоящий. То есть аят такой же, только добавляется, Он ложный. Так, то есть все, что кроме Аллаха, является ложным. Смотри, говорит, Всевышний сказал, это потому, что Аллах является настоящим, истинным. А то, чему они поклоняются, кроме Него, ложным. Отсюда что получается? Нет божества, кроме Аллаха, то есть нет божества, которому поклоняются по истине, по настоящему, по правде, кроме кого? А все, кроме Него, что поклоняются Ему, не по праву, то есть не по достоинству. И раз, говорит, этот аят пришел у нас в Куране, более того, сразу в двух сурах. И разъясняет она то, что поклонение Аллаху является настоящим, правильным, так истинным. А то, что поклонение другим ложным, неправильным. Тогда нам подходит здесь сказать, что То, что удалено здесь или опущено, здесь какое слово? Хак, так или нет? Или по праву, то есть по достоинству. Так или нет? Откуда мы взяли слово хак? По праву, исходя из этого аята. Потому что там Всевышний Аллах сказал, мне поклоняются по праву, а всем, кому поклоняются, кроме меня, это не по праву. Соответственно, мы можем поставить это слово здесь в свидетельство. Ла Иллах бихақ, ау ла Иллах хаккун, ля нахиллыки далят алейхан аят. Это потому что эти аяты указывают на это. Идан, фасара, маўна ла Иллах, значит, смысл ла Иллах какой? Ла ахаду не сахик кул аибада, нет никого, который был бы достоин поклонения, илла Аллах, кроме Аллаха. Ла маўбуда бихақ илла Аллах. Гуна ка маўбудат гыруллах. Там, говорит, есть объекты поклонения, кроме Аллах. Валакин наа маўбудат бихақ, амбиль батыль. Но они, говорит, объекты поклонения по праву или не по праву. Говорит маўбудат биль батыль. Не по праву. Ла фарат кагдиль хаза, мин ансад маякун. Поэтому это слово хақ, здесь, которое мы ставили в цельство, самое подходящее, что может быть, подходя из чего? Из Кур'ана. Так или нет? Говорит, ка ла маўбудат бихақ илла Аллах вахдаху, фасыра бизалека би каулихи, ла иллах нафиян джамир майор баду миндуниллах. Здесь тебе шейхан наш, где говорит, что ла иллаха, то есть нет божеств, этим своим словом, что что делаешь? Отрисаешь джамир майор баду миндуниллах. Все, чему поклоняются, кроме Аллаха. Я не ал-нави якуль ла иллахиналлах. То есть человек, когда произносит ла иллахиналлах, мазы якуль хина якуль ла иллах. Что он имеет в виду, когда говорит нет божеств? Якуль анси, то есть он говорит, я отрицаю джамир майор баду миндуниллах. Все, чему поклоняются, кроме Аллаха. Опять вопрос, как понять, я отрицаю все, чему поклоняются, кроме Аллаха? То есть ты отрицаешь Будду? Ты отрицаешь Будду? Ты отрицаешь Иисуса? Нет, имеется в виду, я отрицаю их достоинства, так? Потому что они достойны на это поклонение. А само по себе существование, что? Подтверждаю, так или нет? Я это не отрицаю. Илля Аллах, кроме Аллаха. Сакуль, то есть ты говоришь, и утверждаю поклонение одному Аллаху. Потому что следствие Туахида содержит тебе, что? Отрисание и подтверждение. И подтверждение поклонения по праву так одному кому? Одному Аллаху. Субханакаллаху, мадихамдис. Ашаду Аллаху, Илляху, Илляху, Илляху. Ас-бахтур Аллаху, Атубу, Иллюху. Расул Иллях, продолжаем вчера урок. Говорит, когда рахима Аллахуна, здесь шейх Ан-Нажди сказал, нет у Всевышнего Аллаха сотоварищей в поклонении ему, так же, как нет у него сотоварищей во власти. То есть раз он всем владеет, и нет у него сотоварищей во власти, соответственно, никто не имеет права быть сотоварищем вместе с ним в праве на поклонение. Говорит, то есть отсутствие сотоварищей во власти бывает разных видов. То есть отсутствие сотоварищей во власти бывает разных видов. Несмотря на это, люди говорят, что этот дом находится во владении Ахмада, так? И не приписывают это владение кому? Не приписывают это владение Всевышнему Аллаху вообще, так или нет? То есть сразу говорят про Ахмад и его дом. Аш-шарика фельмиль сакун. Так же, что сотоварищи во владении бывают других видов. Это когда, например, каждый сотоварищ обладает своей половиной частной собственности, так? И их владение не перемешивается между собой. То есть, допустим, я и ты в одной фирме, так? У тебя половина имущества, у меня половина имущества. Но твоя половина не перемешивается с моей. Не так, что, допустим, сто вердюдов, все они наши, но какой конкретно вердюд, неизвестно. Нет, свои пятьят отмечены, так, мои пятьят отмечены. Это называется То есть, не перемешан. Так, то есть, у человека есть отдельная, что, часть, которой они являются товарищами. Например, я и ты, говорит, что заключили договор о том, что мы владеем верблюдами, например, так? У тебя пятьдесят известных, у меня пятьдесят известных. Известных, то есть, отдельных, отмеченных, помеченных, так? Хазии хамкини мааруфа биаяниха. Эти пятьдесят мои известны. Биаяниха, то есть, каждая сама по себе известна. Этот верблюд по кличке Вася мой, этот верблюд по кличке Петя мой, так? А этот по кличке Ваня и Толя, это твой, так? Говорит, говорит, хазии хамсуна лака мааруфа биаяниха. А эти пятьдесят твои, говорит, известные, так по кличкам. Ауиштаракту ана ва антати кутуби мааруфа. Или, например, мы с тобой владеем, вместе, что? Каким-то количеством книг. Хази лкутуб лака, вази лкутубу ли. Так, эти книги твои, а эти книги мои. То есть, на каждой книге есть отдельные печати. Хазии шарика. Это говорит, что? Сотоварищество. Так или нет? Куллю мина шарикейн лау китму истикляном. Каждый из двух сотоварищей обладает своей частной долей, которая не перемешивается с его сотоварищем. А саня антакуна шарика мушаа. Второй вид сотоварищества, это когда ты и я владеем одними муществами, оно перемешивается между собой, так не различается. Ли шарикан шарикам мушаа. Газа у гадаму шарикан фимилькин ла ятанай юзамину ахаду гуманин ахар. Этот и этот владеют одним единым имуществом, не различаются одна часть, а вторую часть. То есть мы говорим, 100 видлюдов, это наши видлюды с тобой. А какой конкретно слой, какой мой, неизвестно. То есть все они в общем наши. Или эта библиотека вся, владеем мы, ты и я, ею вдвоем. А какие конкретно книги твои или мои не различаются. Бальгу аля гума джамиан. Все это имущество принадлежит им двоим. Аллаху джалла аля дайгина фил Куран, анну лаукан аляу шарикун фимуль. Так вот, говорит, Всевышний Аллах разъяснил в своей книге то, что если бы у него были сотоварищи во владении фимулькихи, так, лабтага илейхи сабиля, точнее, лабтага илейхи сабиля, так, то этот сотоварищ непременно, что постарался бы выйти войной против Всевышнего Аллаха. Так или нет? То есть я владею, ты владеешь. Почему ты должен быть? Ты должен обладать один только что прав на поклонение, и я вместе с тобой не должен обладать. Аллаху джалла аля, сказал Всевышний Аллаху, лаукан ама агу алихатун кана якулен. Если бы вместе со Всевышним были другие божества, достойное поклонение так, как они это говорят, то они непременно бы, что постарались найти к обладателю трона дорогу, так или нет? То есть непременно постарались бы кинуть его с трона и сеть на трон самому, или возвысить над троном самому. Говорит, то есть если бы вместе со Всевышним были божества, то есть такие объекты поклонения, которые действительно, что обладают право на поклонение, что бы получилось в итоге? Яльзаму анну лагум насыбан, химулькин, химулькин, получилось бы из этого, то что они обладают частью, имущество Аллаха. Биану ла сахиб аль-ибада, илла, 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 это потому, что не обладает право на поклонение никто, кроме того, кто обладает чем? Пользой и вредом, так или нет? То есть если тебе объект этот не может принести ни пользы, ни вреда, зачем ты ему будешь поклоняться? Говорит, ла укана маау алихатун кама якулу он, илла бтагау илла зил арши и табилла, так? То есть если бы вместе с Аллахом были божества, как они говорят, достойные поклонения, то они непременно постарались бы найти дорогу к обладателю трона. Говорит дальше Всевышний Аллах, преславен он и превышен того, чем то, что они заявляют так великим возвышением. То есть невозможно такое, чтобы вместе со Всевышним кто-то владел его владением. Лесам а Аллахи ахадун кимулкиги Нету никого вместе с Аллахом, кто делил бы с ним его владение. Так? Бальгу аль мутуахид кимулкиги Он один в этом владении. Ян таджу мизалека, ойельзам Исходя из этого, получается результатом чего является Анна гуал муслахих лин айбаду ахдагу То, что он один остается тем, который обладает правом на поклонение. Легада каал ахуна, поэтому шех здесь сказал Ла шарикал ахуфи айбадатихи кама анну алиса лау шарику кимулкиги Нету у него сотоварищей в поклонении, так же, как нету у него сотоварищей во владении. Легада я каалю аль улана Поэтому ученые говорят Инна тавахида рубу вия Сальзима тавахида аль улюхия Или аль иллахия Так? То, что признание человеком господства Всевышнего Аллаха и его единство в этом господстве по идее должно вынуждать его признать то, что он один достоин поклонения. Аликрар анна Аллах аззаваджал Лейсалаву шарику кимулки Ла аля ваджили стиклал То есть если человек подтверждает то, что нету Всевышнего сотоварища в его владении Ла аля ваджили стиклал То есть не сам по себе никто не владеет ничем, так? Ла аля ваджили стиклал И не так, что имущество Всевышнего Аллаха с тем-то вместе перемешано, так? То есть если человек подтверждает То есть если человек подтверждает это, так, что никто не владеет со священным Аллахом вместе в его владениях ничем, никаким видом владений, так, то должен он что, признать то, что священный Аллах один единственный, кто достоин поклонения. Это все понятно, так или нет? Как это пришло в аяте суры Алан Ам. Скажи, мой намаз и мое жертвоприношение, жизнь и смерть принадлежат Всевышний Аллах, или владеет, или имеет право, что на них Всевышний Аллах, Господь миров, ла шарикаля, нет у Него сотоварищей. Я уже разъяснил вам смысл этого аята, ладно, маанага, и то, что смысл его. Скажи, поясни, мой намаз и мое жертвоприношение, лилляхи истихка контакт, принадлежат Всевышний Аллаху, достоинство по достоинству и по праву. Ва махия ума мати лилляхи, а моя жизнь и моя смерть Аллаху, то есть принадлежат в Него как владение. Так или нет? То есть Он владеет нашей жизнью, владеет нашей смертью. Ла шарикаля, нет у Него в этом сотоварищей. То есть, и ребята тихи, то есть, в поклонении. Ва ла шарикаля, фимур тихи, нет у Него сотоварищей во власти. Ва бизалеку умир тулан ау валин мусульмин. Мне это было приказано, я первый через мусульман. Газа маанал ая, это смысл этого аята. И этот сафтир шейха, который он привел к чему? К свидетельству Единобожия. Это говорит, что разъяснение ба бит у бла гир. То есть, четкое, понятное. Так или нет? То есть, то, что Он сказал, ла ма абуда би хак и миллаллах. Потом мы разъяснили это. Почему именно такое разъяснение? И сказал, это разъяснение является каким? Ба бит у бла гир. Четким, понятным, нет в нем никаких сомнений. Или нет в нем никаких инститракат. То есть, никто не может ее прийти и сказать, а вот здесь неправильно, а здесь же не совсем подходит. Поняла? То есть, четко, понятно, все, никаких проблем нет. Говорит Айдан Кааль. Также сказал шейх. Аль-Наджи. То есть, ва тартиру галлази вабдиха га кауле утааля. И также тартиром чего? Свидетельство Единобожие, которое разъясняет его смысл. Являются слова Всевышнего Аллаха. Ва изкаля Ибрагиму ли Абиги ва каумихи. Когда сказал Ибрагим своему отцу и своему народу. Я отрекаюсь от того, чему вы поклоняете. Кроме того, который сотворил меня, и он поведет меня прямым путем. И он оставил это слово остающимся в своем потомстве. Может быть, они к нему вернутся. Почему очень важно то, что вот это вот окончание, то, что пророк Ибрагим оставил это слово остающимся в его потомстве. Это указание на то, что все пророки, которые после него пришли, а все они из его потомства, так, и их были десятки, так или нет, все они призывали к этому слову, значит. Соответственно, понять тартир этого слова из первых двух аятов очень важно, так, потому что после этого ты поймешь, чему призывали все пророки после Ибрагима, а их все большинство пророков, которые были посланы на землю. Говорит, когда сказал Ибрагим своему отцу, своему народу. Что сказал им Ибрагим? То, что он сказал, идет дальше. Я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто меня сотворил. Эти его слова содержат в себе отрицание и утверждение. Содержат в себе ненависть и содержат в себе любовь. Так или нет? Говорит, первая его половина, первая его часть, это отрицание и что? И ненависть. Сказал Ибрагим, я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь. Во-первых, в этом содержится, что отрицание. Так, ведь он проявил свою непричастность и это влечет за собой отрицание того, что кто-то достоин поклонения. А из смыслов отречения это что? Ненависть. Более того, мы сказали, что основа отречения это что? Ненависть сердца. Значит, Ибрагим, алейсалям, не просто отрицал, а еще что? Этим проявил и заявил о своей ненависти. Ко всем, чему поклоняются эти люди. Говорит. Поэтому его слова, я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь. Содержив себе аляннафи, оль-бух, отрицание и ненависть. Сумма ата бил-избат, оль-махабба. Но после этого он пришел с утверждениями, с чем? Любовью. Факаль и сказал, илля лази фатарани. Кроме того, кто меня сотворил. Узбита лагу аль-ибада. То есть здесь Ибрагим, что утвердил право на поклонение кому? Тому, кто его сотворил. Сумма ата бимаядулла аляль-махабба. И после этого принес то слово, которое указывает на любовь к противовышнему Аллаху. Факаль и сказал, илля лази фатарани, таим нау саязин. Поиск, и он поведет меня прямым путем. Так или нет? То есть, так говорят только о ком? Кого ты любишь? Махабба фига ар-раджа. Такая любовь, в которой содержится, говорит, что надежда. То, что за то, что я отрекся от всего, что кроме Аллаха, я надеюсь на противовышнему, что он поведет меня прямым путем. Хадзи калиматун, ва хия ма'на ла илляха илля Аллаха. Это говорит слово, а смысл его. И эти слова, то есть в этих аятах, содержат в себе смысл, свидетельство, ла илляхин Аллах. Потому что они содержат в себе, что эти слова? Отречение и дружбу. Так или нет? Отречение в первой половине, дружбу во второй половине. Содержат в себе ненависть и любовь. Содержат в себе отрицание и подтверждение. Или утверждение. И сказал, и сделал он, то есть это слово так, калиматан ба-таятан фи-а-кабихи. Словом, отстающимся в своем потомстве. Яни фи-воляде Ибрагим. То есть в детях своих, так? Потомца, то есть его дети. Известно то, что Ибрагим является отцом всех пророков. Или тех пророков, которые после него пришли, а их большинство. И отсюда мы понимаем, что пророки, которые пришли после него, пришли для чего? Для того, чтобы утвердить это слово. То есть он заявил свою надежду о том, что его потомство вернется к этому свидетельству после него. То есть к этому слову. Также разъяснением свидетельства являются слова Всевышнего Аллаха. Скажи, о, люди Писания, давайте придем с вами к слову равному между вами и нами, с которым должны согласиться и вы, и мы. То есть чтобы не было преимущества над вами и над нами. Не нам над вами, не вам над нами. Коль я Мухаммад. То есть скажи, о, Мухаммад. Я Аглаль Китаб. О, люди Писания. Я Аглаль Таура. То есть о, люди, что обладающие Тауратом, Торой. О, Я Аглаль Инжиль. О, люди, обладающие Инжилем. То есть Евангелие. Так? О, Я Аглаль Забур. И о, люди, обладающие чем Забуром. То есть, как я помню, что Забур переводится как Салтырь. Так? Таалава Иля Калимятин Сава. Давайте придем с вами к одинаковому равному слову. Иля Калимятин Осав. То есть слово срединному, так? Что значит срединное слово? Которое не будет несправедливости одним по отношению к другим. Так? То есть никто не скажет, почему я должен приходить. В этом есть ущемление моих прав. Так? То есть все должны согласиться, что это слово равное для всех. Калимату Адлим бейнана лабейнакум. Давайте придем. Или Калимати Адлим бейнана лабейнакум. Давайте придем к слову справедливому. Между нами и вами. Нааламу анну каджаадига расулякум. То есть мы знаем, что с этим же самым словом пришел не только я, то есть Мухаммад. Так? А пришли кто еще? Ваши посланники также пришли с этим словом. Ва каджаадига Мухаммадун салаллаху алейхи вассалям. И вот с этим словом также пришел еще и Мухаммад, последний из пророков. Магадиль Калима. Что это за слово? Алла наабуда илла Аллах. Чтобы мы не поклонялись никому, кроме Аллаха. И не предавали ему, что товарищи, ничего. То есть в его господстве, в его чем, в его поклонении, в поклонении ему, в его именах и атрибутах. Как из этого аята мы берем разъяснение свидетельства алейхи илла Аллаха. Аднагазил калима бейнана ва бейнагум. Вагия калима татуахид. То, что это слово между нами и между вами. То есть между, как называется, последователями всех религий. Так? Существующих имеет слово. Вагия калима татуахид. И это слово чего? Единобожие. Разъяснение этого единого слова, единобожие, какое? Состоит в том, что мы не должны поклоняться никому, кроме Аллаха, не предавая ему, что товарищи. Это понятно и ясно. После этого он сказал, подтверждая первоначальный смысл. И чтобы мы не брали одних над другими, что господами, кроме Аллаха. То есть чтобы мы не делали каких-то других объектов, божествами, вместе с Аллахом. Потому что христиане не заявляют или иудеи, что есть кто-то, кто творит вместе с Господом. То есть даже они говорят творец всего кто? Отец говорят. Так или нет? Они говорят Отец. То, что они называют Богом, говорят Отец. То есть они так и говорят. То есть они не говорят, что Иисус что-то творит. Правильно или нет? Дальше. Биман анну яхлюку истиклален. То есть они не заявляют то, что он творит сам по себе. Так? Во ярзуху истиклален. И то, что способен кормить сам по себе. Во юхи и во юмид истиклален. И то, что он оживляет и умиршляет сам по себе. Аля маддуия. То есть этого никто не заявлял. Ни христиане, ни юдей. Поэтому под словом давайте не будем брать одних из нас над другими арбаба, господами, имеется в виду чем? Божествами. Так как то, что один является господом, кроме Аллаха, никто этого не заявлял. Ни иудеи, ни христиане. И поэтому разъяснение господства здесь должно идти чем разъяснением права на поклонение. Понятно или нет? Аля и сказал, если же они отвернутся, то есть не согласятся прийти к этому единому слову, тогда скажите им, что мы являемся мусульманами. Вот это был последний отрывок этого аята. Юбайин разъясняет нам, что тот, который оставит первую часть этих аятов, то есть не придет к единому слову, не согласится подтвердить свидетельство Единобожие, что он не является мусульманином. Понятно? Он не является тем, который покорился Всевышним Аллахом. Потому что он сказал, если же они отвернутся по полю, тогда скажите им, что мы покорились. То есть мы мусульмане, мы уже что, пришли к этому слову. Если хотите стать мусульманами, что тоже приходите к этому слову и свидетельствуйте его. То есть мы противоречим вам, так? Мы покорились, что противоречит вам. То есть вы не покорились, а мы покорились. В том, что мы не должны поклоняться никому, кроме Аллаха, не предавая ему в этом сотоварища. И, соответственно, вы не являетесь людей ислама, так? Вы не являетесь людей покорения Всевышнему Аллаху. Понятно, как берется из этого аята? Во-первых, разъяснение свидетельства Ла-Иляхи на Аллаху. И, во-вторых, разъяснение того, что это свидетельство является чем? Толпом ислама. И кто его не берет, тот не входит в ислам. Понятно или нет? Принято вольного фахолю шхаду бьян на мусульман. Соответственно, вы на сунби мусульмин. Понятно или нет? Говорит, ана баада жалик, а после этого сказал, вадалилу шхадати. Так, на этом мы что закончили? На этом закончили разъяснение свидетельства Ла-Иляхи на Аллаху. Это понятно же? Четко понятно или нет? Если вас кто-то спросит, есть ли другие божества, кроме Аллаха, что скажете? Есть. А почему тогда мы их отрицаем? Потому что хоть они не божества, но названные они божествами не по праву. Понятно ли? То есть они не настоящие фальшивые божества. И так далее. Поехали. Дальше. Ана баада жалик, после этого сказал, Вадалилу шхадати анна Мухаммадан, Расулу Аллах, Аулеху Та'ала, сказал, что доводом на то, что свидетельство о том, что Мухаммад, посланник Аллаха, является истиной, является словарь Всевышнего Аллаха. Ла-кададжаакум, Расулюм, лин анфусикум. Уже пришел к вам посланник из вас самих, Азизм Али-Ма-аниттум. Тяжело ему видеть, как вы страдаете. Так? То есть, смотри, пророк к вас там пришел, с этим свидетельство. И после этого что? Люди, после того, как приняли это свидетельство, получили какие-то страдания, так или нет? От многобожников, от своих родственников, пришлось, может, как привело к распаду семей, к горе, к воинам и так далее. И пророку Савелу Аллаху не хочется этого. То есть, он не хочет быть подвижником зла и беда, так или нет? Поэтому говорит, Азизм Али-Ма-аниттум. Тяжело ему видеть, как вы страдаете. Ари-Су-на-алейтум. Он стремится к вам. Так? То есть, он хочет вам добра. Он по отношению к верующим, сострадательный, милосердный. Теперь идет разъяснение этого отрывка. Так говорит, Уже пришел к вам посланник из вас самих. Смотри, здесь важно, что заметить. Говорит, Это является клятвой. Где здесь клятва? Кто скажет? Всевышний Аллах не сказал здесь, не сказал здесь еще какую-нибудь клятву. А просто сказал, что? Уже пришел к вам посланник из вас самих. А Шеха Али-Шех что говорит? Здесь, говорит, пришла клятва. АЛЛАМ ХАЗИХИ, то есть, вот это ЛАМ, который прислал КАТ. ЛА КАТ. Так? Вот это ЛАМ. АЛЛАМ ХАЗИХИ, АЛЛАТИТУСАМА АЛМУТИА ЛИЛКАСАМ. Это ЛАМ, говорит, называется АЛМУТИА ЛИЛКАСАМ. То есть, Подготавливающий клятву. То есть, Приходящий для подготовки клятвы. Так или нет? ДАИМАН САСХАБУ КАТ. Она всегда приходит вместе с честицей рукой КАТ. ЛА КАТ. Видишь? Если ты увидишь выражение ЛА КАТ в Куране, то знаешь, что там есть КАТ. То есть, Опущенная, что? Клятва. Которая, она действительно есть, но просто она не написана или не высказана. Ясно или нет? ВАЛЛАХИ ЛА КАДЖААКУМ РАСУЛЮ МИНАН ФУШНИКУМ. То есть, Ее, САГДИЛЬ какой? Представлять ее нужно как? Клянусь Аллахом, Уже пришел к вам посланник из вас самих. ХУНА АЛМУКТИН ГУВАЛЛАХ, Джалли АЛЯ. Тот, Кто клянется, Кто здесь? Всевышний Аллах. АКСАМА БИАННУМ КАДЖААКУМ РАСУЛЬ. Он поклялся о том, или на то, что пришел к вам посланник. ВАЛАЛИ ТАКИД АЛКАЛЯН. А зачем это говорит клятва? Для того, чтобы еще усилить, что это выражение. ВАТААЗИМИГИ БИАНФУС АСАМИ. И чтобы возвеличить его в душе того, кто будет слушать этот аят. Так или нет? То есть, если Всевышний просто скажет, Джаакум Расулль, пришел к вам посланник, это одно. А если он скажет, ВАЛЛАХИ ЛА КАДЖААКУМ Расулль, так это уже усиляет, что принятие этого свидетельства в сердце у человека. Потому что он подкрепил его клятвой. Кто клянется? Всевышний Аллах. А кем клянутся? Тоже Всевышним Аллахом. То есть, Аллах поклялся кем? Самим собой. А где эта клятва? Опущена так, то есть, она только в представлении. Потому что, если приходит ЛА КАД, значит, перед ней есть клятва. Понятно? Говорит, Поклялся Всевышний Аллах самим собой, то, что к нам пришел посланник из нас самих. Как понять Минанфусикум? Как понять из вас самих? ЛЯНИ МЕНДЖИНСИКУМ. То есть, из вашего рода. МИНБАНИ ДЖИЛДАТИКУМ. Из вашего племени. И это КАЛЛАМБИЛИСАНИКУМ. Разговаривает на вашем языке. И вы соображаете, понимаете, что он говорит, так или нет? То есть, он не говорит на каком-то образительском языке, что вы его не понимаете. Он говорит на вашем языке, «ХАЗА ВАДИХУН АБДАЛАЛА АЛА ШАХАДА БИАННА МУХАММАДАН РАСУЛЛАЛАЛА». Этот аят, говорит, явным является доказательством на истинное свидетельство о том, что Мухаммад посланник Аллаха. Так или нет? Говорит, «ЛЯННА МАНА ШАХАДА АННА МУХАММАДАН РАСУЛЛАЛА». Потому что смысл свидетельства, что Мухаммад посланник Аллаха, «АНТА АТАКИДА», то, что ты должен иметь убеждение, «АННА МУХАММАДАН РАСУЛЛА РАСУЛЛА БИДИНИ ЛИСЛАМ». То, что Мухаммад послал его Всевышний Аллах с религией Ислам. Когда тебе говорят свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад посланник Аллаха, и ты говоришь свидетельствую, что ты под этим подразумеваешь? То, что Всевышний Аллах послал его, да, чем? Посланник, которым является что религия Ислам. Говорит, «ТААТАКИД ЗАЛИКА ИАТИКААДАН», «Ты должен иметь убеждение, это таким убеждением, ИАСХАБУ КАУЛЮН ВАИХБАРУН АНГУ, что с этим убеждением приходит слово и сообщение об этом. Как понять слово? То есть, если человек умеет убеждение, что Мухаммад посланник Аллаха, но ему говорят, чтобы ты зашел в Ислам, ты должен произнести это КАУЛЛАН, словом, так сказать, АШАДААН НА МУХАММАДАН РАСУЛЛАЛА, а он говорит, «Не, не буду произнести». Этот человек является мусульманами, это является человек кафирами, не являются мусульманами, и заходят в Ислам. Потому что свидетельство, это что такое? Несет тебе не только, как называется, убеждение сердца, но и слово, и сообщение об этом. То есть, что такое свидетельство? Что значит, человек свидетельствует? То есть, он об этом сообщает, так или нет? То есть, он должен сообщить об этом, сказать это, высказать это. И этот аят является что? Явным доказательством того, что требуется. То есть, истинное свидетельство Мухаммада посланник Аллаха. После этого, шейх разъяснил, в чем заключается смысл свидетельства Мухаммада посланник Аллаха. Понятно или нет? Вначале разъяснил истины этого свидетельства. Теперь разъясняет его смысл. Халя сказал, смысл свидетельства, что Мухаммад посланник Аллаха заключается в нескольких вещах. Первое, то, что ты должен подчиниться ему в тех вещах, которые он приказывает. Халя таткир уальма'ана бель-муктаба. Здесь говорит, что шейх размышляет и дает тебе смысл того, что должно следовать за твоим свидетельством. То есть, альма'ана бель-муктаба, то есть, это смысл ма'ана бель-муктаба. Должен вытекать из своего свидетельства, так или нет? Раз ты свидетельствуешь, значит, из этого должны вытекать последствия определенные. Первое из этих последствий какое? То, что ты должен подчиняться посланнику Аллаха в том, что он приказал. Яни ма'ана халати тактави хи. Тактави таатуху фима Амара. То есть, это мы сказали. Изан ка ма'ана шаадати анна мухаммадан расулу Аллах таатуху фима фима Амара, здесь важно. Не фима Амара. Каунука шахидта аннау мурсалюм мин инди Аллах. Раз ты свидетельствуешь, то, что он посланный от Аллаха, так? Ма'ана залика, смысл этого. Аннау из-за Амара смысл этого в том, что если он тебе что-то приказал, саиндан Амир, хуаллах, то приказы тебе на самом деле кто? Ивышний Аллах. Так или нет? То есть, например, если тебе приедет какой-то чрезвычайный посол, допустим, из какой-то страны, приедет что-то с бумагой и говорит, ты должен подчиниться тем пунктам, которые здесь есть. Это же не означает, что ты подчиняешь этому Василию Ивановичу, так? То есть, послу чрезвычайному. А кому ты этим сам, если ты подчиняешься этим пунктам, то ты подчиняешься тому, от кого пришел этот посол, так или нет? Кто заверил эту бумагу и так далее. ему самому, этому человеку. Здесь то же самое. То есть, если ты свидетельешь, что Мухаммад посланник Аллах, соответственно, если он тебе приказывает, ты ему подчиняешься, ты должен понимать и признавать, что приказывает на самом деле кто? Всевышний Аллах, а не просто Мухаммад, салалалалу алисалам. Говорит, камаджафи хадис аль-зир Аллаху абу-дауд влаги руху. Как это пришло в хадисе, который передает абу-дауд и другие. Аль-хадис ас-сахих в достоверном хадисе кала алейсалату ассалам сказал посланник Аллаха аля инна махаррама расулу Аллах мисла махаррама Аллах. Так, поясни то, что запретил посланник Аллаха подобно тому, что запретил сам Аллах. Понятно ли нет? Ида атакатта аннагаза лавиджа адихи Мухаммаду салалалалу алисалам ламя атибихи мин андихи ва инна махуа расуль. Если ты подтвердил или заимел убеждение о том, что тот, с чем пришел Мухаммад, посланник Аллах салалалу алисалам он не пришел этим от себя, а он является всего лишь посланником. Сама назалека анна антуты агу тима амара то смысл этого то, что ты должен подчиниться ему в том, что он приказывает. Так как этот приказ пришел от кого? От Аллаха. Азаму кабали кауника шаги сабианна урасулу Аллах. Это неизбежное последствие того, что ты уверен, что Мухаммад посланник Аллаха. А если же ты не подчинишь ли ему в том, что он приказал, тогда что, братья, с кем человек такой является? А? Если человек не подчиняется посланнику Аллах в том, что он приказал, с кем является такой человек? А? Ответ трудный, потому что, смотря какой приказ есть сафтыль в этом вопросе. Так? Говорит, если же человек не подчиняется посланник Аллах в том, что он приказал, тогда может быть, что несколько вариантов. Первое, если он не подчиняется из убеждения, что он не обязан ему вообще подчиняться, так? То есть говорит, что это не на нас. Да, ты муслим, ты должен что? Например, делать то, что посланник Аллах тебе приказывает, нам надо считать там, муражуку держать. А я, говорит, что не обязан подчиняться этим приказам. То есть я за кругом тех, на кого эта обязанность распространяется. Я нахожусь за границами, вне пределов этих. Так? Тогда что? Кан-э-жай-лик так-вибан миш-хай-да-тихи. То это станет тем, что аннулирует его сведения. Понятно или нет? Говорит о том, что он ложно произнесил это сведение. Поэтому тот, который засвидетел и сказал, что Мухаммад посланник Аллаха, но вместе с этим он имеет убеждение что он не обязан подчиняться посланнику Аллаха, что он подобен кому? Лицемером. Его свидетельство, что отвергается и возвращается к нему самому. Казибун си-шагадатихи. И можно сказать, что он является лжеством в своем сведении. Так, то есть свидетельствует, что неправдиво, а лживо. Что значит свидетельство лживо? Разве свидетельство Мухаммада Аллаха Никола лживо с ним? То есть он свидетельствует правильными словами, но лжет о том, что он это свидетельствует. Понятно, да? То есть он на самом деле не признает это и не свидетельствует им, а призносит только чем, языком. Если же человек имеет убеждение то, что он обязан подчиняться посланию тем Амара в том, что он приказал но после этого он противоречил этому своему убеждению так, потому что его перебороли. Здрасте. То этот человек становится кем? Грешником. То есть его свидетельство Мухаммад посланник Аллаха что этим его грехом и неподчинением становится что урезанным так, уменьшенным недостаточным. Точнее оно а? Да, неполноценным. Для кадри Мухаля настолько неполноценным, настолько велико его неподчинение. А может быть так, что человек не подчинился и имея убеждение, что он обязан подчиняться, но не подчинился. В каком, например, вещи? В какой вещи? Например, посланник Аллах сказал, что ты должен поклоняться одному Аллаху и он не подчинился. Вместе с тем, что он признает то, что он должен подчиняться, такой человек является неверующим. Так или нет? Потому что он не выполняет то, ради чего он создан. Или, например, если брать мнение тех, которые говорят, что чтение, совершение намаза является толпом ислама, оставление которого является неверием, то же самое, если человек не подчинился в этом послании к Аллаху сказал, а так, то он тем является, так же неверующим является, так и тому подобное. То есть, смотря по тому, в чем он конкретно не подчинился и какие убеждения он при этом имеет. Говорит, второе неизбежное последствие, которое вытекает из своего свежего, что Мухаммад посланник Аллаха, это то, что ты должен подтверждать то, что посланник Аллаху сообщил. То есть, должен считать это за правду. Понятно ли вы? Говорит, что посланник Аллаху сообщил из сокровенного, из скрытых от нас вещей, является чем откровением от Аллаха. То есть, Мухаммад сам не знал этого, просто Аллах об этом сообщил, открыл ему это, и он уже сообщил, что людям. И сам посланник Аллаху ничего из этого не выдумал. Поэтому, если пророк рассказывает о чем-то открытом, например, рассказывает нам про Аллаху так, то есть, мы его не видим, не можем сказать, что Аллах обладает такими-то атрибутами, например. И поэтому, раз пророк сообщает нам что-либо об Аллахе, о его именах, атрибутах или действиях, а нельзя найти вон нар или, например, о рае или об аде, а нахбар или гаиб, или сообщает о чем-то другом скрытом, амсисас и маабиин, так, например, о том, что было в прошлом, о том, что людям теперь уже неинвестно. Все это является чем? Откровением от Аллаха пришло к нему из откровения от Аллаха с.м. И если ты слышишь то, что он посланник Аллаха, отсюда вытекает то, что ты должен объявить правдой, то, что он сообщает. не то, что в своем сердце не должно быть сомнений. То, что о чем сообщил посланник Аллаха является чем? Истиной. И то, что любое сообщение, в котором пришел посланник Аллаха, мы говорим так, мы говорим, что он правдив в этом. даже если мы не видим глазами эту вещь, как это пришло в Бухарии мусульма со слов Ибн Мас'уда то, что он сказал, что он что он сказал, что он сказал, мне правдив «Верчивый алмаздух тот, кого подтверждает, тот, кого необходимо подтверждать». И в Бухарии Расул Аллах имея при этом в виду посланник Аллаха . Верующий человек подтверждает, что считает за истину то, что сообщил посланник Аллаха. Без разницы входит это в его разум или не входит. Есть вещи, которые по идее не поддаются разуму. Так или нет. Но все равно верующий И все равно видел ли это он своими глазами или не видел. Вот, например, подвижники передавали между собой много сообщений, которые пришли к ним от посланника Аллах. Например, о том, что Иса ибнамарьям, что спустится с небес на землю в конце времен, так, то есть об этом кто сказал? Пророк Мухаммад, а подвижники передавали друг другу эти сообщения. И когда Абу Гурейра рассказывал этот хадис, так своим друзьям или своим кому? Ученикам. Говорил им, а также тем, которые дальше будут передавать этот хадис, и он им говорил, и если один из вас его встретит, кого? Иса. Иса, алейх салам, что передайте ему от меня салам. Понятно ли нет? Что передайте ему от меня салам. То есть зачем он так говорил? Показывает то, что он полностью убежден в том, что Иса действительно, что спустится в конце времен. Хоть это и не подчиняется разуму, то есть тяжело представить, как человек может спуститься с небес и как он до сих пор живой. Уже больше, чем 2000 лет человек находится живым около Всевышнего Аллаха. Так или нет? Ислях. Иис, если ты считаешь, что он действительно посланник Аллаха, значит всё, с чем он пришёл, является истины, без всяких сомнений и тому подобного. Говорит, теперь говорит о третьем неизбежном последствии свидетельства Мухаммада, посланник Аллаха. Говорит, и также из его смыслов, то, что ты должен сторониться того, что посланник Аллаха запретил, и от чего он что заделал, то есть как называется, предостерегал. Говорит, а основа в запрете и предостерегании, что Сахрим, то, что это является запретным, мухаррам, потому что это запрет, предостерегающий, как это пришло, в чем в книгах об Усуле-ль-Фих, так, об основах Фиха. То есть имеется в виду, что если посланник Аллахов что-то запретил, то основа в этом, что это является харам запрещенным, так, и если человек это совершит, то возьмет тебе грех перед Аллах, спонтально, в судный день. Кроме как, если у нас есть какие-то второстепенные доказательства, которые говорят, что этот конкретный запрет не для харама, а для чего, просто для нежелательности. Если человек его сделает, то не возьмет грех. Ясно или нет? Говорит. 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 То, что он вам запретил, обязательно является для вас оставить это, подчиняясь Аллаху и его посланнику. И здесь мы говорим то же, что говорили в начале. То, что тот, который не остерегается того, что запретил ему посланник Аллаха, и то, от чего он предостерег, имея убеждение, что он не обязан, остерегаться этого. То есть мы, например, говорим, нельзя есть свинину. Зачем ты ставишь свинину на стол? Он говорит, что? Нет, ты не кушай свинину. Тебе что? Тебе нельзя кушать. Но у нас-то другое дело. Так мы-то можем кушать. То есть это о чем говорит? То, что человек считает себя за пределом, за кругом тех людей, на которых распространяются запреты посланника Аллаха. И что говорит? И поэтому мы, говорит, говорим то же самое, что говорили про приказы. То же самое мы здесь говорим про запреты. Если человек нарушает эти запреты, имея убеждение, что он вообще не обязан, что этих запретов хоронится, тогда... То есть он вообще что? Не считает это для себя запретным. Не считая то, что на него эти запреты распространяются. То это аннулирует его свидетельство. Этим самым он становится тем, который не свидетельствует о том, что Мухаммад посланник Аллах. Если же он что? Даже если он произносит это своим языком, и даже если он говорит языком то, что он считает, что он должен подчиняться. Говорит, что если человек говорит, да, я обязан, что подчиняться этим запретам, и обязан, что оставить то, что он запретил, но вместе с этим его душа его переборола, так, его душа его переборола, и противоречил он этому запрету, и поступил, что совершил это запретное. Большое это противоречие, или маленькое, так, маленький запрет, или большой запрет. Там по себе этот запрет запрещен, или из-за каких-то других причин, что это является чем? Недостатком в его свидетельстве, и является грехом Аллаха, его посланника. Ясно? Еще раз, то есть если человек считает, что я вообще не обязан сторониться тех запретов, которые запретил посланник Аллаха, тогда человек является неверующим. И почему он неверующий? Потому что он не свидетельствует, что Мухаммад посланник Аллаха. А если человек говорит, да, я обязан сторониться, но при этом его душа перебарывает его так, и его страсти, что? Одолевать его, и он все равно совершает запретное. Тогда человек, что является недостатком в его свидетельстве, но мусульманам он оставаться продолжает. Дальше. Кроме как, если он запретил, что называется, нарушил такой запрет, который выводит его из ислама. И четвертое, последнее, что вытекает из твоего свидетельства, что Мухаммад посланник Аллаха, то, что ты не имеешь права поклоняться Всевышнему Аллаху, кроме как так, как это узаконил, то посланник Аллаха. То есть человек не должен поклоняться Аллаху на основе нововведений, и страстей, и чего? Мухлясад. То же, что нововведений. И так же здесь можете себе подсчитать, и так же не должен поклоняться Аллаху на основе грехов. То есть некоторые люди берут за религию то, что они поклоняются Аллаху грехами. Понятно ли нет? То есть человек совершает грех, что-то запретное, и думает, что этим он приближается к Аллаху. Так, например, некоторые люди слушают музыку, и думают, что они этим приближаются к Аллаху. Понятно ли нет? Так как говорят, когда я слушаю музыку, у меня повышается веера там и прочее что, прочая ерунда. Понял, да? То есть человек совершает грех, и при этом думает, что он приближается этим к Аллаху. Это и само по себе уже что является нововведением. И говорит, или как мушники, что делали? Делали талах вокруг Абы, чем голыми, так или нет? Голыми, истели, хлопали в ладоши. То есть все это является что? Грехом, и они думали, что приближаются Аллаху посредством того, что совершают грех. И говорит, ты должен осознавать и понимать, что поклоняться Всевышнему Аллаху разрешено только той дорогой и на той дороге, которую разъяснил все пророк. Нельзя поклоняться Всевышнему Аллаху страстями, мнениями своими, так? Что такое истехстан? Говорит, я считаю, что это дело благое. Понял, да, даже если в шариате конечно, что это дело дурное. Аль-мухталифа, различающийся. То есть один человек говорит, я считаю, что это благо, другу говорит, нет, я считаю, что это зло. И во всем этом мы должны к чему возвращаться? Корану и Сунду. Инна маю абдуллах жалю аля антарихин вахида. Поэтому человек должен признавать, что с Всевышним Аллаху можно поклоняться и приближаться только одной дорогой. Бухия тарифа ар-расуль салаллаху алейхи ассаляма. А это дорога посланника Аллаха салаллаху алейхи ассаляма. Бимашарау хагар расуль. То есть эта дорога заключается в чем? В том, что узаконил этот посланник. Фаидай атафадаль муслим жалика. Если мусульманин имеет такие убеждения, камулят лагу шагадатагу бьян на мухаммадан расуль Аллаха. Становится его свидетельство, что Мухаммад посланник Аллах какой? Полным становится это свидетельство. Вацарам муслимам хаккан. И этот человек становится действительно истинным, что мусульманином. Здесь вы себе можете отметить некоторые вещи. Во-первых, то, что два этих действия, ла-иллахи лаллахи мухаммад расул Аллах, являются одним единым толпом. Понятно, то есть не являются двумя разными толпами. Является одним единым толпом. Но иногда в контекстах приходит, что например, что скажет зайдет в рай. Теперь вопрос, можно ли понять из этого хадиса, посланник Аллаху, что если кто-то скажет Но откажется сказать Мухаммад Расулу Аллах, что он зайдет в рай. Нет. То есть смотри, отсюда выходит то, что два свидетельства Это один сток. Даже если иногда в контекстах приходит ограничение на одном из них. Но если в контекстах приходит ограничение только на одном из них, знай, что второе, что за ним следует непременно, так или нет. То есть это не означает, что достаточно только одного свидетельства. Если человек произносит только одно свидетельство, и при этом не произносит второго, кем он является? Является неверующим, не входит в ислам. Дальше что? Второе то, что необходимо отметить. То, что если человек произнес своим языком два этих свидетельства, то он становится мусульманином для нас внешне. Понял? А то внешне он становится мусульманином, и мы обязаны, что по отношению к нему, выполнять то, что мы выполняем по отношению ко всем остальным мусульманам. и так далее. То есть у него появляются права и обязанности, как у всех остальных мусульман, что внешне произнесением его двух этих вещей. И после этого он становится обязательным выполнять остальные, что? Баке, Ашара или Ислам. То есть остальные, как называется, вещи, которые есть в религии Ислам. То есть становится обязанным читать намаз, вот есть закат и так далее. И если человек говорит Ашадула Ла Илла, Ашадула Мухаммаду Расулу Алла, а после этого не начинает читать намаз, не начинает держать в разу или не выплачет закат, то человек является неверующим. То есть ничего не делает из Ислама, то есть ограничен своим произведением сверстским языком, то человек является неверующим, означает, что это сверстство он произнес чем? Только языком, а сверстом он не подтверждает это сверстство. Понятно ли нет? И третье, то, что должны отметить, то, что произнесение двух сверстских языком является чем? Условием досоверности Ислама человека. То есть если человек говорит, ты ему говоришь, Ла Илла Илла Мухаммаду Расулу Аллаху, истинно или нет? Он говорит, да. Ты говоришь, ну-ка произнеси мне эти два сверстства. Он говорит, нет, не буду произносить. Этот человек кем является? Неверующим, не входит в Ислам. Потому что произнесение этих двух сверстских языком является чем? Условием действительности Ислама человека. Понятно ли нет? Кроме как если человек не способен разговаривать, то есть как он, например, немой, или у него нет языка, то есть он не способен что физически произнести два свидетельства. Тогда он что должен сделать? Тогда он должен привести что-то другое в доказательство его действительности Ислама. Как, например, должен написать эти два свидетельства, или что? Какое-то указание сделать и тому подобное. Понятно или нет? А если же он способен произнести языком два свидетельства, и ничто ему это не мешает сделать, и при этом человек отказывается произнести, человек не является мусульманом, не заходит в религию Ислама. Дальше еще немного читаем. Говорит Баадазали Кафаль, после этого шейх сказал, А довод на то, что намаз и закат являются из Ислама, вот Афсиру Талахид, и разъяснение еще раз смысла единобожия, является слова Аллаха, Кроме как поклоняться Всевышнему Аллаху, искренне перед Ним в религии. Он Афа, будучи единобожниками, а кто такой Ханиф? Тот, который отклоняется от многобожьей стороны единобожия, намеренно. И также было приказано им совершать намаз и выплачивать заказ вазали Каддинун Кайима. И это и есть, что действительно прямая, правильная религия. Байяна Аннахазил Ашья Маммурум Биха. То есть здесь этот аят разъясняет нам, что эти вещи являются приказными нам. И это является доводом на то, что эти вещи являются религией Ислама. После этого шейх указал довод на то, что ураза и на то, что хач является чем толпами религии. И это явно понятно. И здесь можете у себя отметить, что если целая группа людей в каком-то районе так отказываются, выплачивают заказ и отказываются платить намаз, то правитель мусульман обязан пойти на них войной, заставляя их совершать намаз и выплачивать заказ. Понятно или нет? Это касается группы, целой группы мусульман, которые способны на сражение. И они при этом отказываются выплачивать заказ и читать намаз. Тогда правитель обязан пойти на них войной для того, чтобы заставить это их делать. Если же это один человек или два человека, или такая группа, которая не способна сражению, и так, не способна что к противостоянию, тогда правитель не должен идти на них войной. А что должен делать? Должен им просто это приказывать и заставлять их делать каким-то другим способом. Ясно или нет? Дальше. Тем, что мы разъяснили выше, стало понятно, что первая ступень, вторая основы. Какая вторая основа? Познание религии Ислам с доводами. То есть религия Ислам состоит из скольких ступеней, мы сказали, из трех ступеней. Первая из этих ступеней, кто? Какая? Ислам. Потом иман, потом Ихстан. Этим самым мы разъяснили Ислам, который является первой ступенью общей религии Ислам. Аля ваги и марта бата ль-Ислам. Уаза маркан ль-Ислам а шагадатан. И самое великое из его столбов, что? Два свинейства. Поэтому требующие знания должны понимать смысл двух свидетелей, двух свидетельств, как явно понятно в своем сердце. Понятно или нет? То есть в его голове, в его понимании два этих свидетельства должны быть явны, четки и понятны. Так что он должен уметь высказать смысл этих двух свидетельств, чем самыми легкими выражениями. Так чтобы уметь объяснить это людям. И разными видами выражениями. То есть не так должен уметь доказать. И со стороны наху, и со стороны усулы инсих, и со стороны актыды, и так далее. Разными вещами должен уметь доказывать свидетельство. Потому что самое великое, к чему он должен призывать, это то, к чему призывают эти два свинейства. Поэтому любое требующее знание должен тренировать свой язык, разъяснять, что смыслы этих двух цветов разными видами выражений. Еще другие разные виды доказательств придут у нас в чем? Китабу Калахид. Дальше. Здесь мы разобрали один или два вида разъяснений этого смысла. И также Талиб Аляим должен выучить доводы, в которых содержится смысл двух цветов. И так далее. Если он потренировался это делать, способен это делать, Если он научится это делать, то увидит в будущем то, что Всевышний откроет ему по своей милости другие ворота к знаниям. Дальше Всевышний откроет ему еще больше возможности, понимания Талхида и умение разъяснять смысл. Если человек, то есть требующий знание, оставит это дело так и не будет стараться понять глубже это следствие, И не будет себя тренировать, разъяснять этот смысл и обучать его. Для тех, кто не знает действительную сущность свидетельства. То есть он умеет это делать, но никому не разъясняет. Этим он что? Загубит свою способность. И нельзя будет сказать про этого человека то, что он требующий знания. Потому что любой простонарод, то есть любой обычный человек, понимает смысл. Понимает это понимание. Но не способен заявить о своем понимании или выявить свое понимание научным, достоверным, правильным выражением. Так, то есть не может выразить это языком. А что касается требующих знаний, то он обязан что? Проявить внимание к основе этой основы. Которым является разъяснением двух свидетельств. И мы уже что? Изучили некоторые, что связано с разъяснением этих двух свидетельств. Это понятно или нет? То есть верующий Талхида должен не просто это понимать. Во-первых, он должен четко себе понять это. Во-вторых, он должен выучить доводы на это. Из-третьих, он должен постоянно преподавать это. Научиться что? Разъяснять это самыми легкими выражениями. А на ком он должен тренироваться? То есть на своей семье, на маленьких детях своих, допустим. На тех, кто вокруг него. На тех, кого он встретит. И тех, кто не знает смысл этого свидетельства. Или преподавать уроки и тому подобное. Чтобы он был не просто что понимающим, как обычный простой народ. Простой народ что понимает, но не может высказать. А Талхида должен понимать и должен суметь доказать, разъяснить, объяснить. Ясно или нет? Субтитры создавал DimaTorzok